Рыбалка в охранной зоне ЛЭП опасна для жизни. Чтобы безобидное хобби не привело к трагедии, сотрудники Россетей совершают в таких местах постоянные рейды. На обходе вблизи реки Пихорка побывала и наша съемочная группа. Ну и стоит ли это того, чтобы подвергать себе смертельной опасности, ловить рыбу в охранных зонах? А что, я в охранных зонах? Я так понимаю, что вы специально отошли сюда, да? Нет, все тут ловят. Ловят рыбу действительно многие. Выживают не все. Смертельные случаи на охранных зонах высоковольтных линий электропередач происходят регулярно. Ходим, предупреждаем, вешаем плакаты, разговариваем, проводим жизнительные беседы с жителями, рыбаками, о том, что в охранных зонах воздушных линий электропередач крайне опасно ловить рыбу, потому что это грозит разрядным напряжением. Об опасности получить удар током напряжением 110 тысяч вольт знают далеко не все. Длина охранной зоны на реке Пихорка всего 20 метров. Остальная прибрежная часть для рыбалки и отдыха безопасна. Но людей с удочкой притягивает именно это место. Таблички не помогают. Наглядные артефакты прошлых трагедий тоже. За каждой висящей на проводах леской стоит чья-то жизнь. Рыбаков страшной истории не пугают. Но найти другое место для речного хобби они все же соглашаются. «Советую вам все-таки поберечь себя и перейти вон хотя бы на ту удочину, которая подполагает под собой довольно отдаленно от провода. Хорошо. Потому что люди погибают, честно говоря. Вам не желаю». За время получасового обхода удалось поговорить с пятью любителями рыбной ловли. Среди них встретились и сознательные рыбаки. Зачастую опасность рыбалки в охранной зоне для людей не очевидна. Они думают, что линия находится высоко, а пластиковая удочка ток не проведет. Но это фатальное заблуждение для образования смертельной электрической дуги. Расстояние от удочки до провода может быть и полтора метра. «В некотором случае врачи просто не справляются с тем количеством процентов ожогов, которые наносят электричество». Помимо самих рыбаков угрозе подвергаются и люди, которые оказываются рядом. «Восемь метров – это та зона растечения электрического тока по земле, шагового напряжения. То есть все люди, которые попадают в зону растекания электрического тока по земле, попадают в риск быть поврежденными этим электрическим током». Нахождение и поведение людей в подобных зонах определяются постановлением правительства России. За нарушение правил предусмотрен штраф – полторы тысячи рублей для физического лица. Александр Колганов, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.